Еще раз хочется предупредить всех судоводителей, любителей и рыбаков, которые, несмотря на запрет о навигации, которые распоряжением губернатора навигации в Ленинградской области закрылась 10 ноября, тем не менее, выходят на водный объект Ленинградской области. 11 ноября в районе, в Подпорожском районе, на реке Карповке, трое мужчин вышло на лодки, лодка перевернулась, двое спаслись, одного так и не смогли найти, несмотря на то, что поисковая работа продолжалась целую неделю. Все трое были без спасательных жилетов. Следующий случай произошел 13 ноября на акватории реки Вокса, в деревне, в населенном пункте Лосева. Двое мужчин уехали на рыбалку, на берегу нашли только палатку и лодку со сломанным виском. Тела так и не обнаружили. 16 ноября в Волховском районе, в Ладовском озере, также вышел мужчина на лодке, до сих пор проходит поисковая работа, тело не найдено. И 23 числа в районе Лигова, Волховского района, также мужчина вышел на лодке, поисковая работа проводится, тело не найдено. И последний случай, 26 числа, также под Порожский район, Онежское озеро, произошло, машину нашли на берегу на перекрестке дорог, но лодки не было. Одна из вероятностей, что Онежский канал был покрыт льдом, он протаскивал лодку и мог провалиться также под лед. Но лодка также не найдена. Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупреждает в очередной раз всех рыбаков-любителей, которые нарушают запрет на закрытие навигации, выходящих на водные объекты Ленинградской области. Сейчас выход на лодках, маломерных судах, недопущенных плаваний в осенне-зимний период, крайне опасен. И все практически случаи, которые уже произошли, это только из-за того, что подтверждение моих слов, что сейчас нельзя, крайне опасно выходить. Хочется также предупредить и попростить всех родственников. Когда вы отправляете своих уважаемых мужей, отцов, братьев на рыбалку, как-то предотвратить это. Помните, что у них остаются дети, остаются сиротами, а матери остаются без детей. Потому что сложилось крайне негативное становление.